Чижик 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 Тоже. Что касается периода характера пьянства на Руси, ссылок не нашел. Русь в те времена, в отличие от цивилизованной Европы, была трезвой страной. Пили редко, только по праздникам, и то натуральные продукты – мед, квас. Миф же о русском пьянстве, распространившийся в Европе, не имел никакого отношения к реальному положению вещей. В годы правления Ивана Третьего Россия неожиданно появилась на политической арене как «могучее государство», и миф о русском пьянстве носил чисто политический характер. Почему появилось пьянство? Это не миф, а реальность. Почему появилось пьянство? Потому что была определенная алкогольная политика правительства. Эту алкогольную политику правительства можно проследить, я думаю, с 15 века, с Ивана Третьего, когда впервые фактически появилась первая государственная монополия на производство и распространение спиртных напитков. А вот сами по себе разговоры о пьянстве русских людей, ну, они, в общем, очень, так сказать, нужны многим людям, которые хотят принизить, так сказать, значение России, как-то исказить ее образ, потому что я думаю, что в свое время немцы, англичане, некоторые другие, они были не меньшими пьяницами. Первый государев кабак появился в России лишь при Иване Грозном. Именно с этого времени и можно говорить о начале постепенного, узаконенного государством пьянства. Правда, водка тогда была по крепости сродни нынешнему сухому вину – 14 градусов. «Не приведи бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», – писал Пушкин. Бунтовали на Руси много и по разным поводам. Были бунты медные, соляные, хлебные и даже картофельные. Но в 2009 году исполняется 150 лет самому удивительному – бунту антиалкогольному. В 1859 году в 32 губерниях прошли погромы питейных заведений. Жители городов и сел на сходах принимали зарок – нечарки – и требовали закрытия питейной торговли. Откупщики снижали цены и даже выставляли дармовую водку. Но бунт продолжался. Правительство было вынуждено послать против восставших войска и полицию. И даже попросить церковь временно не обличать пьянство. В итоге в тюрьмы было брошено около 11 тысяч крестьян. Правительство было за алкоголизацию страны, а население – против. В начале 20 века 95% молодежи в возрасте до 18 лет, 90% женщин и 47% мужчин в России вообще не употребляли алкоголь. То есть они были абсолютными трезвенниками. В новое столетие Россия вошла крепким имперским шагом, а не шаткой – походкой алкоголика. Чего не скажешь, например, о других странах. В Англии того времени на бабах висели объявления. Просто опьянение – один пенс, мертвецкое – два пенса, плюс солома – бесплатно. До начала 18 века ни о каком массовом пьянстве в России говорить не приходится. Водку простому народу продавали только в кабаках, которых было по одному на город и только в определенные дни. В праздники Рождества, в Дмитриевскую субботу, да в Святую неделю. За употребление в иные дни наказывали батагами и даже тюрьмой. Пьянство в народе почиталось постыдным. Моду на пьянку вместе с табаком и иноземным платьем привез из пившей тогда по-черному просвещенной Европы царь-реформатор Петр Первый. Молодец! И дурак! Царь! С Петра Первого пьянство стало неотъемлемой частью государственной политики. Любой дворцовый переворот начинался с того, что народу выкатывались бочки с водкой. Императора Петра Третьего вообще закололи вилкой по пьяному делу. А все попытки отдельных правителей прекратить спаивание народа неизменно кончались революцией. И здесь есть еще одна очень интересная вещь, которую никто не говорит и никто не пишет. Это вот связь между сухим законом и развитием страны. В 2014 году у нас ввели сухой закон, а в 2017 году протрезвевший народ осуществил революцию. В 1985 году у нас Михаил Сергеевич ограничил продажу спиртного, а в 1991 году народ дал под зад Михаил Сергеевичу. Я не знаю, те люди, которые сейчас собираются приступить к этой теме, они вот обращали внимание на эту закономерность или нет. Потому что еще Екатерина II говорила, что пьяным народом и неграмотным управлять очень легко. Поэтому понятно, с одной стороны, дальше допускать спивание народа невозможно, потому что страна просто может вымереть. А с другой стороны, что делать с протрезвевшим народом, чем его занять, это очень серьезный вопрос. Пламенный революционер товарищ Троцкий знал, что трезвый человек не пойдет делать мировую революцию, а предпочтет заниматься семьей и хозяйством. Протрезвевший народ с радостью воспринял новую экономическую политику, НЭП, и вместо революции занялся предпринимательством. Поэтому после смерти Ленина троцкийская оппозиция стала настойчиво добиваться отмены сухого закона. 5 октября 1925 года товарищ Рыков подписал указ о возобновлении виноводочной торговли. И все же трезвое десятилетие сухого закона в России, принятого последним императором Николаем II, не прошло бесследно. Оно сделало великое дело для следующих поколений. В годы Великой Отечественной войны советские солдаты могли переносить невероятные трудности и лишения и оказывались здоровее и выносливее своих противников. Посмотрите, как бы то ни было, как бы ни ругали царя с его сухим законом, или Горбачева с его странным сухим законом, рождаемость возрастала, как бы то ни было. Более того, есть мнение, и я глубоко убежден, что это именно так, что мы войну выиграли в Вторую мировую, Великую Отечественную, благодаря именно той популяции мальчиков и девочек, рожденных благодаря царскому сухому закону. Вот с 15-го, с 14-15-го года по 25-й существовал сухой закон. И в этот момент был всплеск рождаемости. Именно это поколение выиграло войну, потому что привлечены были в 41-м как раз возрастная группа, родившаяся в это время. Родились люди, которые верили в родину, которые хотели ее защищать. Вот вам последствия сухого закона. Быть может, победа на фашистами – это как раз последствия сухого закона, введенного еще царем. Миф о пьяных атаках советских солдат, о мужестве, подогретом наркомовскими 100 граммами водки, создан на Западе, чтобы принизить подвиг и самоотверженность нашего народа. Войну выиграло здоровое население трезвой России. Тот, кто не пьет, либо больной, либо подлюка, говорят в незалежной Украине. На самом деле во многих странах существуют стереотипы. 100 грамм с устатку – это можно, праздник без водки – это не праздник, встречу нужно обмыть, ну и так далее. Кажется, что так поступают все. На самом деле, как минимум 2 трети населения Земли вообще не употребляет ни алкоголь, ни табак. 41 государство мира живет в сухом законе, а 80 – в трезвости. Это когда на пьяного человека смотрят, как на ненормального. Часть Земли от Филиппин до Северной Африки – вообще зона трезвости. В Индии и в Китае в год на человека приходится всего лишь 50 грамм спирта. Практически не пьет мусульманский мир. И именно эти регионы сегодня становятся лидерами и в экономике, и в рождаемости. Дело здесь и в генетике, и в традициях. У северных народов ферменты плохо расщепляют алкоголь. А скажем, у испанцев, итальянцев или у жителей Кавказа все наоборот. Здесь тысячелетиями возделывали виноград, и их организм привык к нормальному восприятию спирта. То есть они не косеют. Кстати, интересно, почему на Руси зайца называли косым? Песня про зайцев. Песня про зайцев из знаменитой комедии «Бриллиантовая рука», которую поет окосевший герой, напрямую связана с проблемой алкоголизма. Действительно, почему не пьющих зайцев зовут так же, как пьяных людей, косыми? Все дело в пище. Есть шутка по поводу того, что в природе есть косые. Косые, значит, косой зайцев. А вот только охотники знают, когда он бывает косым. Косым он бывает только перед весной. Дело в том, что основным пищевым продуктом его в это время является как раз шкура и сок плачущих деревьев. А этот сок является сырьем для синтеза внутреннего спета. Внутренний самогонный аппарат зайца работает весьма активно. Косой зайца, потому что у него глаза начинают косить в это время. Я думаю, что это просто физиологические те проявления, которые человек смог увидеть, зафиксировать. Оттуда и появился термин. В человеческом организме тоже есть своеобразный внутренний самогонный аппарат, ферментная система. В микродозах алкоголь необходим организму. Он вырабатывается им из пищи. В течение тысячелетий люди питались определенными продуктами, которые содержали комплекс необходимых веществ, в том числе и продуктов брожения. Дело все в том, что спирт является одной из жидкостей человеческого организма. Да, здоровый организм вырабатывает регулярно. Я имею в виду организм европейца. Потому что здесь есть все же этнические отличия. Это очень принципиальный факт. Значит, организм европейца это систематически вырабатывает от 5 до, в некоторых случаях, до 12 грамм спирта. Но есть и другая информация, что в определенных условиях, когда человек испытывает гипоксию или испытывает огромную физическую нагрузку, то в это время его внутренний самогонный аппарат начинает работать более интенсивно, вырабатывая максимальные цифры, которые были, это информация о эквиваленте примерно 200 грамм водки. Человеческий организм удивительно сложен. Все вещества, которые мы пытаемся изготовлять искусственно, в нем присутствуют. В том числе и даже такие пагубные, как алкоголь и наркотики. Зависимость может сформироваться только к вещам, аналоги которых есть в организме. В организме есть аналоги наркотиков, всех, которым формируется зависимость. Это не является суперсекретом и все остальное. Это является, то есть почему-то это игнорируют всегда. Для того, чтобы организм мог это синтезировать, требуется два фактора. Первый фактор – это должны быть здоровые системы, способные это производить, а второе – должно быть сырье, из которого организм синтезирует. Ученые давно бьются над проблемой алкоголизма, а причина достаточно проста. Современная цивилизация нарушила налаженный тысячелетиями рацион питания, сбила тонкий механизм воспроизводства нужных веществ, в том числе и алкоголя. Добавляя его извне, организм перестает вырабатывать собственный спирт. Внутренний спирт необходим организму для поддержания энергобаланса. Основную часть энергии здоровые люди получают с пищей, а у алкоголиков постепенно основным энергоресурсом становится водка. С2H5OH – формулу этилового спирта мы знаем еще со школьных времен. Любопытно, как менялись характеристики этанола со временем в государственных документах, ГОСТах. В 1972 году это звучало так. Этанол – это бесцветная, легковоспламеняющаяся жидкость с характерным запахом. А теперь, внимание, относящаяся к группе сильнодействующих наркотиков, которые сначала возбуждают нервную систему, а затем вызывают ее паралич. В эти годы СССР был в самом низу списка по уровню потребления алкоголя на душу населения среди развитых стран. В 1982 из характеристики исчезает фраза о параличе нервной системы. В это время Советский Союз уже входит в десятку пьющих стран мира. В 1993 году становится еще хуже. Россия выходит в мировые лидеры по пьянству. Впервые за сотни лет государство отказывается от монополии на водку. Именно в 1993 году происходит демографический кризис, названный впоследствии «Русским крестом», когда кривая от смертности превышает рождаемость. Исследования показали, что по вине пьяных водителей ежегодно в мире гибнет больше людей, чем в локальных конфликтах. 50 грамм водки увеличивают число аварий в 30 раз. Каждое второе преступление происходит в состоянии алкогольного опьянения. 80% убийств происходят по пьянке. Алкоголик – это не тот, кто лежит там где-то под забором. Если вы раз в год употребляете алкоголь, даже в небольшом количестве, вы уже потатор, уже алкоголик. Хотя бы раз в год. Зависимость рецепторов от алкоголя формируется очень быстро. Довольно быстро. Первая стадия алкоголизма – это регулярное потребление 1-2 раза в год. То есть практически это все мы. Мы все алкоголики. В общем-то, народы Средиземноморья, употребляющие родичные вина, тоже алкоголики. Почему же, если вред от пьянства так очевиден, его не запрещают? Проблема алкоголизма сегодня остро стоит во всем мире, не только в России. Пожалуй, лишь мусульманские страны еще успешно держат оборону от зеленого змея. В конце 19 века потребление в Германии было 8 литров в конец 19 века на человека, а у нас было 2,6 литра. Немцы считались пьяницами, англичане считались пьяницами, русские не были. Если вы помните, была такая фраза у Некрасова, он до смерти работает, до полусмерти пьет. Это о русском человеке. К сожалению, в последние годы, особенно в 90-е годы, да и сейчас тоже, не только русские, а те люди, которые живут на территории России, они иногда совсем не работают, а пьют действительно до смерти. Как ни прискорбно, но алкоголь – это огромный бизнес. Даже шведы и финны, где еще так недавно алкоголизм грозил стать национальной катастрофой, не пошли на принятие полного запрета на спиртное. Генное оружие всегда применялось как инструмент глобального управления. К примеру, индейцев в Соединенных Штатах. С ними ничего невозможно было сделать, пока не завезли огненную воду, а потом самогонные аппараты, и потом от них остались только перья. Так вот сейчас вопрос стоит, пойдут ли Иваны по следам чингачгуков. То есть сейчас очень многим хотелось бы, чтобы Иваны пошли по стопам чингачгуков, и чтобы нефть, газ и лес России можно было спокойно приезжать, забирать, чтобы здесь даже и мыслей не возникало о переработке нефти на территории России. Потому что для этого что нужно? Для этого нужно, чтобы население России деградировало. Одно время в России пытались бороться с водкой за счет пропаганды легких напитков, в частности, пива. Исследования ученых показали, что пивной алкоголизм в чем-то даже страшнее, чем водочный. В пиве присутствуют особые вещества, фитоэстрогены, которые у мужчин снижают уровень мужских гормонов. Человек начинает отекать, толстеть, проще говоря, обабивается. И наоборот, у пьющих пива женщин наблюдается мускулинизация. Ну это же невыносимо. Это немыслимо, когда идут девушки с оголенными пупками. Ладно, пупки оголили, ладно. Общество давно смирилось, красиво, загорает, весело, обдувается. Но бутылка пива вот в руке. Ну это же верхнее приличие, это раз. А во-вторых, это очень вредно. Доказано, что регулярное употребление пива и других слабоалкогольных напитков, тоников с алкоголем, с небольшим количеством алкоголя, приводит у подростков к очень серьезным изменениям. Еще неизвестно даже. Мы не имеем большого опыта. Мы не видели еще во времени. Вот использование у молодого поколения этих слабоалкогольных напитков тотально лет через 20-30 приведет к чему? Никто не знает. Мы можем только предполагать. Об опасности алкоголя для нации знали еще в древние времена. В Риме по законам Ромула мужчинам до 35 лет вообще запрещалось пить вино. Полный запрет был для женщин. Если римлянка допускала к себе пьяного мужа, ее живой закапывали в землю. В Греции и Карфагене запрещалось пить новобрачным. Такой же закон был и на Руси. В Древнем Китае только в 60 лет человек получал три привилегии. Право отпускать бороду, ходить с палкой и пить вино. В Индии уличенного в пьянстве брамина заставляли пить кипяток. И в России до последних времен пьянство считалось постыдным пороком. Следует в школах, начиная вообще с детского сада. Детский сад, школа, вуз. Надо, чтобы основы здорового образа жизни везде разъяснялись, пропагандировались в таком систематическом виде. То есть это должно быть, как говорят ученые, институционализировано. Причем я, может быть, скажу такую неприятную вещь, но она заключается в следующем. Ты прошел этот курс в детском саду, тебе это прочитали в школе, тебе это прочитали в вузе. В школе у тебя написано в аттестате «Основа здорового образа жизни» – зачет. В вузе у тебя написано «Основа здорового образа жизни» – зачет. Если после этого ты, как последняя скотина, начал пить, колоться и так далее, государство тебе ничего не обязано. И пусть тебя лечат родители, пусть тебя лечат общественные организации, если хочет, но государство тебе ничего не обязано. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!